Они могут себе позволить бутерброды, даже каждый день. Если хочется есть пирожные, надо качаться в зале. Кто-то на сухую, кто-то на воде, иначе склеите сосуды, сосуды станут хрупкие, как сухие веточки. Если у вас головокружение, потемнение в глазах, поташнивание, становится физически прямо плохо, то вот вам сразу показатель, что у вас гликогена-то очень мало. Чем больше мышечная масса, тем больше мы можем из крови изъять лишнюю глюкозы. Доброго дня всем! Ну, естественно, очень важно нам еще для того, чтобы глюкоза усваивалась правильно и не давала вот эти все признаки раннего старения по коже и по волосам, очень важно, чтобы мышц было достаточно, и она еще имела возможность из крови уходить в гликоген. То есть лишнее, когда у нас глюкоза поступает, сначала инсулин ее за ручки ведет к мембранам клеток, она попадает в клетки, и там в митохондриях получается из нее энергия из глюкозы, путем превращений, да, и мы имеем, ну вот мы имеем это, мы имеем энергию. Если кислорода мало, то глюкоза превращается в лактат. Если осталась лишняя глюкоза после того, как вроде энергии мы получили, то она по-хорошему должна не плавать и все склеивать вокруг, прилепляясь к кому-нибудь попадя, да, а она должна уйти в гликоген, на складики такие. Не сразу из нее энергию делают, а помещают ее в склад. Потом надо будет, ее возьмут и энергию из нее получат. Гликоген есть у нас, запасается в печени и в мышцах. Соответственно, чем больше мышц, чем больше мышечная масса, тем больше мы можем из крови изъять лишние глюкозы. Ну, грубо говоря, хотите есть фрукты каждый день, я не говорю о пирожных, да, ну, говорят, фрукты, полезный десерт, но там тоже много глюкозы. Хотите есть фрукты каждый день, вы должны себе нарастить мышечную массу. Или подростки, вот те ребята, которые занимаются спортом, у которых хорошая мышечная масса, они могут себе позволить бутерброды даже каждый день, потому что, говорят, вот пролетает у него все, никуда оно у него не пролетает, а просто он поработал над мышечной массой, чем больше мышц, тем больше гликогеновый депо, значит, тем больше туда можно упаковать лишние глюкозы, упаковать ее туда, понимаете, и она не будет плавать и повреждать все вокруг. Поэтому с возрастом, если мышечная масса снижается физиологически, это потому что тестостерон падает, а тестостерон у нас отвечает за способность массу формировать, то надо снижать углеводы, да, потому что они все, иначе склеятся сосуды, сосуды станут хрупкие, как сухие веточки. Либо, либо все время поддерживаем мышечную массу. Прямо качаться. Если хочется есть пирожные, надо качаться в зале. Ну, тогда так. Если вот этот гликоген, туда упаковывается глюкоза и ждет своего часа. Если человек долго не ест глюкозу или позанимался спортом, много глюкозы быстро вышло, ну, короче, если истощилась глюкоза в крови, падает она и не поступает с пищей, то организм быстренько, поджелудочная железа выделяет глюкогон. Глюкогон — это гормон, который бежит как раз-таки к гликогену, скажем так, да, и оттуда выходит глюкоза, и уровень глюкозы в крови восполняется. И вот вам еще такой звонок. Если вы не можете переносить длительные голодания, но дольше шести часов без еды, или вы поели, например, и вот что-то надо было там, ну, в течение двух-трех часов какую-то физическую работу сделать, погулять пошли надолго, что-то там надо, ну, тренировка, и после этого у вас головокружение, или вы не едите шесть часов, и у вас головокружение, потемнение в глазах, поташнивание, становится физически прямо плохо, то вот вам сразу показатель, что у вас гликогена-то очень мало. Если здоровые гликогеновые депо хорошие, то человек спокойно, вот мы в вебинаре про пищеварение говорили о том, что, конечно, здорово, если человек может сделать себе суточное голодание, кто-то на сухую, кто-то на воде, так называемое в Айурведе, да, в йоге Айкадыши, когда в определенные лунные сутки, когда 36 часов человек не ест, ну, пьет воду, если хочет. И если гликогена мало, то для чего вот это делается? Для того, чтобы как раз-таки убрать лишнюю глюкозу из крови. И если гликогена мало, то как раз-таки получается, что уровень глюкозы падает. У человека через полдня такого голодания, у него начинаются вот эти все потемнения в глазах, обмороки, там, припадки голодные, там, и так далее. Потому что нету мышц, некуда складывать лишнюю глюкозу. Значит, тем более нельзя есть особо глюкозу, надо разбираться с инсулинорезистентностью. Конечно, будут и редкие волосы тогда, и ранние морщины, и ломкие ногти, само собой. Это вам показатель, что у вас совсем нет мышечной массы, и у организма никаких резервов нету для того, чтобы поддерживать вам уровень глюкозы, если вы голодаете. Так вот, инсулин нам, почему он важен? Он как раз отвечает, стимулирует поступление глюкозы и аминокислот, и жиров в инсулин-зависимые ткани, то есть это нам все транспортирует, помогает, да? Стимулирует образование вот этого гликогена как раз и сохраняет его, блокирует его распад. И еще инсулин стимулирует синтез белка и тормозит распад белка. Почему нам важна правильная чувствительность к инсулину? Потому что, допустим, бодибилдеры, они используют тот же инсулин, они его колят. Так как инсулин – это анаболические гормоны, они его колят для того, чтобы и сразу идут тренироваться. Поднимается инсулин, они не едят тугливоды, они начнут тренироваться, и он способствует развитию мышечной массы. Инсулин – анаболик. И вот теперь задумайтесь, то, с чего я начала, да, что инсулин-резистентность, что такое инсулин-резистентность, да, еще раз, это высокий инсулин и нечувствительность клеток к этому уровню инсулина. Инсулина в крови много, но клетки его не видят и игнорируют. И он там плавает, невостребованно вместе с невостребованной глюкозой, которую он тоже не может засунуть в клетку, потому что клетки не видят инсулин и не открывают ему и глюкоз в двери. Так вот, высокий инсулин – это значит, все время у человека высокий уровень анаболического гормона. Анаболического гормона, то есть гормона, который дает рост всем тканям. Конечно, будут расти папилломы, конечно, будут расти бородавки, даже вирусной природы, если они все равно, им же надо стены для роста получать, будут расти полипы, будут расти кисты. Все будет расти. Злокачественные и доброкачественные образования, они все ждут высокой концентрации инсулина. Соответственно, они все расцветают, любые родинки начинают расти. То есть все, что не надо, начинает активно расти на фоне анаболических гормонов. Нет ничего в мире однозначно плохого или однозначно хорошего. И вот и инсулин отпал ко двух концах. То есть если этот инсулин пустить в мирное русло и начать качаться, начать заниматься, начать функциональные какие-то тренировки делать, начать заниматься спортом, то можно его перевести в мышечную массу и будет расти мышечная масса вместо папиллом и вместо полипов и кис. Понимаете, да? То есть не инсулин виноват, а то, как вы им распоряжаетесь. И чувствительность тогда возвратится у клеток. Все обратимо. Ну, практически все обратимо. И надо этим пользоваться. Субтитры создавал DimaTorzok